Итак, я думаю, что сейчас звук появился. Не хотел у меня браузер, чтобы включать. И если он появился, то поставка плюс. Благодарю. В пятерочке это значит, что меня слышно отлично, не громко и не тихо. А значит, будет сегодня очень хорошо проходить конференция, комфортно для всех. Но и информация у нас на ней будет просто потрясающая. Все, достаточно ставить плюсики, я понял. И к чату мы вернемся чуть позже. И даже, наверное, быстрее, чем обычно это произойдет, поскольку сегодня я хотел бы сконцентрировать внимание на нескольких всего лишь нас в основных новостях. Хотя новостей на самом деле у нас постоянно много, но о них вы узнаете и на следующих конференциях, или просто из раздела новостей на официальном сайте. Сегодняшняя дата у нас с вами действительно долго ожидаемая. И, кстати, она еще и непростая. А вот кто, кстати, знает, чем еще знаменательна сегодняшняя дата в рамках компании Goldline, ну или, может быть, не совсем сегодняшняя, но как минимум близкая к ней. Напишите в чат, если кто-то знает, какое событие у нас происходило в эти даты. Не знаете, да? Алексей Иванов знает, но и еще около 50 человек знают, что год назад, 22 сентября, нет, не Кроплесс-Сити, не Благотворительный фонд всем миром, это был у нас саммит лидеров компании Goldline International. Проходил он в городе Санкт-Петербург в отеле Azimut, и на нем собрались более 50 человек у нас, ну, преимущественно, конечно же, из России, Украины и из других стран. В общем-то, там, по-моему, стран 5-7 присутствовало. Различно. Так вот, если кто-то помнит, тот, кто был на нем, тот, кого не было, в принципе, тоже может ознакомиться с результатами этого, наверное, достаточно важного для компании события. На этом мероприятии мы с вами познакомились, то есть, до этого руководства, в принципе, было, наверное, никому неизвестно так близко, как сегодня. Познакомились с генеральным директором компании, с директором по развитию, с техническим директором, ну, и, в общем-то, со всеми вами, с лидерами компании Goldline International, которые на тот момент принимали самое непосредственно активное участие в развитии проекта. Мы ставили перед собой достаточно весомые задачи на ближайшее будущее, и, если кто-то забыл, как эти задачи выглядели, то внизу есть ссылочка у нас на канале компании Goldline на сервисе Vimeo.com. Существуют и выложены видеозаписи. Я думаю, кстати, мы их можем, наверное, и на канал YouTube официальный выложить отдельным альбомом, для того, чтобы это было более доступно. Ну, и на форуме у нас также в разделе «События мероприятия» есть отчет, обзор этого мероприятия. В общем-то, все подобненько описано. Я вам рекомендую ознакомиться с этими видео, наверное, узнать получше руководство компании, узнать и для себя сделать определенные выводы о том, удалось ли нам достичь тех целей или промежуточных каких-то результатов, к которым мы стремимся, и туда ли мы на самом деле идем. Я думаю, что вы не будете разочарованы после того, как это все дело посмотреть. Ну, и в преддверии того, что мы объявим результаты голосования на конкурсе видеоузов участников Гоуплайн, я вам хочу сразу небольшую тайну приоткрыть, хотя она уже почти не тайна, а то, что среди победителей, среди пятеров, присутствует как минимум один участник этого саммита. Ну, а кто это, можете пока что думать. Давайте я перейду уже непосредственно к этому конкурсу и к голосованию, которое мы так долго с вами уже обсуждаем и ждем итогов. В пятницу уже нам были известны результаты этого голосования. Практически четверо суток мы проводили детальный анализ всех голосов. Зачем мы это сделали, ну, наверное, вы поймете, потому что призы на конкурсы достаточно недетские. Это 500 тысяч и полторы тысячи долларов за первое, второе и третье места, ну, соответственно, по уменьшению. И поэтому нам необходимо было убедиться в том, что не было произведено каких-то противоправных накруток голосов, ну, или, может быть, что-то еще неправильно было, нарушение правил, обход этих правил сделанных. Поэтому мы проанализировали практически каждый голос. Не буду вам раскрывать детали, как мы это сделали. И вот на свое удивление даже я могу сказать, что очень маленькое число нарушений мы выявили. То есть это буквально единичные случаи, когда кто-то где-то использовал неправильный подход. Поэтому практически никак не повлияло на результаты голосования вот это вот фильтрация итоговых голосов. И результаты, которые вы скоро узнаете, они действительно были, наверное, такими еще и в понедельник, когда мы остановили голосование. Ну, что еще сказать вам по этому поводу? Давайте я вас спрошу. А вот как вы считаете, много вообще людей приняло участие в голосовании? Я сейчас вас попрошу написать следующий цифр. Вот, помятую о том, что для того, чтобы проголосовать, нужно было всего лишь навсего авторизоваться на сайте. Ну, не знаю, сложно это или нет, но, как минимум, авторизоваться нужно было, войдя на сайт, на портал голосования, через либо социальную сеть, либо через свой аккаунт Google Online International. И после этого расставить на педестал вот эти вот видеоотзывы, то есть выбрать три видеоотзыва и расставить на педестал согласно вашим предпочтениям. Так вот, я хочу вас спросить, как вы считаете, а сколько человек приняло участие в голосовании? Вот, напишите. Интересно. То есть месяц мы, месяц проходил голосование, вот за эти 30 дней, сколько человек проголосовал? Ну, вот есть реальные цифры, а есть нереальные, да? То есть, окей, давайте, не буду я вас мучить. Давайте, не буду мучить. Я сейчас приведу вам реальную статистику, и вы сами все узнаете. Итак, давайте к статистике голосования перейдем. Значит, смотрите, на удивление, опять же, не так много проголосовавших в итоге людей у нас с вами было. То есть, посещали сайт голосования намного больше человек, конечно же. а тех, кто оставил свои голоса, причем мы учитывали любые голоса, то есть, не обязательно даже, если человек установил три видеоотзыва, человек мог выбрать один, два, или все три, неважно. То есть, мы все эти голоса учитывали. И всего 7100 человек, ну, плюс-минус там какие-то единицы, да, я уже округляю до сотни. И, что интересно, 2700 человек из них, то есть, как вы понимаете, что это около 35, наверное, процентов, а может быть даже 40, угадали как минимум одного итогового призера. То есть, среди своих трех видео, которые они отметили, один или, может быть, больше человек оказались в итоге на пьедестале. Ну, не знаю, хороший это результат или нехороший, но, в принципе, я думаю, весомый. При этом, что также интересно, никто не угадал комбинацию итогового из трех призеров. Интересно, да? То есть, 2700 человек угадали хотя бы одно видео, которое в итоге оказалось на пьедестале, но никто не понял угадать тех трех призеров. А это означает, что, соответственно, 2700 человек у нас получат уже гарантированно бонус, подарок от компании на сумму 5 долларов. и этот подарок, ну, мы о нем чуть попозже поговорим. А вот место в системе бизнес-автомат подарок, к сожалению, никто не получит, потому что никто не сумел угадать всех трех победителей. Но, тем не менее, давайте уже поближе к людям перейдем, и я вам покажу уже реальные лица. Итак, приготовились? Поехали. Вот смотрите, да? Знакомый, наверное, вам лица Алексей Иванов, Россия, город Глазов, Светлана Александрова, город Москва, Россия, и Кирилл Беликин. Но, к сожалению, не могу прочитать город, не помню. Вот эти три человека, но они достаточно близко подошли к пьедесталам и могли претендовать на третье место, как минимум. Но, к сожалению, вот до него не добрались. То есть, вот смотрите, в какой близости они остановились, ну, хотя вы, наверное, сейчас пока не видите, но, тем не менее. По уменьшению сверху вниз это четвертое, пятое и шестое места сейчас показано. Если кто-то испугался, что это кройка призеров, то ничего страшного, можете снова прийти в себя и продолжить меня слушать. Значит, голоса, количество голосов, видите, да, 646, 632, 225, совсем рядышком находятся эти люди к третьему месту и вот количество баллов, которые набрали их видео, тоже здесь видно. Напомню, как рассчитывались баллы. То есть, когда кто-то из участников голосования расставлял видео на пьедестал, то тому видео, которое он поставил на третье место, начисляется один балл, на второе место два балла и то видео, которое участник голосования устанавливает на первое место, получает три балла. То есть, в итоге, 15 сентября, мы остановили голосование и вот все положения голосов, которые были зафиксированы на этот момент, они были просуммированы и согласно общему количеству баллов мы выявили победу. А теперь давайте непосредственно уже к тройке призеров перейдем. Итак, вот давайте я вас спрашиваю, кто по-вашему находится на третьем месте? Напишите, кто на третьем месте. Кто у нас получит 500 долларов от компании буквально вот через несколько минут, когда мы озвучим. Не знаете, да? Понятно, что человек, вернее, даже его видеообзор, кто-то пишет, что Алексей Иванов, да? Интересно. Только что я показывал, что и Кирилл Беликин, и Алексей Иванов не попали в тролльку, А вот прямо пишет. Не внимательно. Не внимательно. Окей, ладно, не буду действительно вас мучить, наверное, это неправильно. Давайте я открою уже карты и покажу вам человека, чей видеоотзыв занимает третье место. С результатом в 712 голосов Азамат Агитая, из Казахстана, город Казахстана, занимает на третье место и получает 500 долларов от компании в подарок. Так, попрошу сейчас тщательно, наверное, особо не писать. и, соответственно, его закроют. На втором месте совсем-совсем небольшим отрылом 729 голосов, 729, то есть сколько, всего 17 голосов разделили этих двух людей с разницей с разницей в 500 американских долларов. Александр Сусоев у нас с вами видеоотзывом из города Волгодонск, Россия, и я поздравляю его вместе с вами с этим вторым местом. И первое место, что интересно, что интересно, занимает у нас с вами участник по имени Елена Елена Волкова. И, в общем-то, у меня, наверное, не было с самого начала сомнений в том, что отзыв Елены займет первое место и я вам даже признаю, что я тоже принимал участие в голосовании и вот только лишь именно отзыв Елены совпал у меня в стройке призем, как, наверное, у многих из вас. Поэтому поздравляем всех трех победителей. Мы объявим детальные результаты голосования непосредственно после этой конфиденции, то есть на портале голосования jbonus.me вы сможете увидеть детальную статистику всех-всех-всех голосов по всем видеоотзывам, то есть понять, что мы ни от кого ничего не скрывали, мы сами голоса не придумывали, те, кто голосовали, смогут найти свои голоса в объеме всех остальных без всех проблем. Ну и что касается призов, давайте теперь скажу, то есть победители свяжутся, я думаю, с нами после конфиденции, мы им объявим соответственно о регламенте выдачи призовых вознаграждений, а что касается всех остальных. Так, 2700 подарочных кин-кодов номиналом 5 долларов мы выдаем вот после этого голосования. То есть это призы на сумму, как вы понимаете, более 13,5 тысяч долларов, даже не более, а ровно 13,5 тысяч долларов. Получают у нас в совокупности все участники голосования. Что делать с полученным подарком и как вообще можно будет этот подарок получить? Давайте послушайте внимательно, я сейчас расскажу. Значит, после сегодняшней конференции мы, как я уже сказал, опубликуем результаты на портале голосования. Второе, что мы сделаем, это сделаем рассылку призовых пин-кодов по базе победителей, то есть по базе призеров тех, кто угадал с меню один отзыв, вы получите это письмо на email, который у вас указан, либо он указан у вас в аккаунте социальной сети, с которой вы голосовали, либо это тот email, который у вас указан регистрационным в вашем аккаунте GoPlan, через который вы авторизовались для голосования, то есть проверяйте почту, обязательно следите за папкой спам, потому что потенциально письма могут попасть и туда, и после того, как вы получите свои вознаграждения в виде подарочных ваучеров, вы должны их как можно быстрее использовать. Почему как можно быстрее? Потому что действовать эти подарочные пин-коды будут всего-навсего до конца октября, сентября, прошу прощения, конечно же, до конца сентября, то есть 1 октября все неиспользованные пин-коды, которые будут, которые останутся, они будут деактивированы. То есть у нас с вами начинается вот прямо наверное с завтрашнего утра, может уже как-то сегодня пин-код успеет получить, использовать, недели бесплатных активаций в системе GoPlan. То есть полученный пин-код можно будет применить для активации любого аккаунта, абсолютно любого, то есть это может быть ваш аккаунт, это может быть аккаунт любого другого участника, как из вашей структуры, так и не из вашей структуры, то есть это вообще ни о чем не зависит. Ничего не зависит, пин-код он универсальный и, как говорится, не пахнет, то есть его можно подавить, его можно продать, его можно как-то еще передать на каких-то других условиях взаимовыгодных, но тем не менее 2700 активаций подарочных у нас будут выпущены уже вот сейчас. Для того, чтобы использовать пин-код, достаточно сделать следующее. На этапе активации аккаунта уже сегодня имеется вот такая вот иконка, то есть дополнительный вариант появился оплаты с помощью предоплаченного пин-кода. И нажав на эту иконку у вас появится поле для введения этого пин-кода. Соответственно, как только вы его введете, он активируется. Этот пин-код не подходит ни для оказания помощи, сюда не подходит также пин-код на 70 долларов, то есть они разные. Если кто-то ошибется, то никуда никуда не подойдет. То есть пин-код на 5 долларов подает только сюда. Кроме того, кроме того, ваш наверное про кабинет она сейчас пока рано. Вроде бы как все, что касается выдачи призов, то есть еще раз повторюсь, проверите свои эмейлы в течение ближайших суток и используйте полученный пин-код в течение ближайшей недели до 1 октября, то есть 31 сентября у нас с вами все завершится уже. Ну давайте я сейчас прям не отходя от дела спрошу, есть ли какие-то вопросы по голосованию, очищу чат и спрошу вас, если есть вопросы по голосованию, то прям не отходя мы с вами их решим. Если не по голосованию, не пишите сейчас, потому что я сейчас продолжу другую новость. Те, у кого нет вопросов, так же не пишите, что нет вопросов, окей. Значит, смотрите, следующая новость, поскольку у нас с вами появляются с сегодняшнего дня такие замечательные ваучеры, которые наряду с пин-кодами на 70 долларов, которые у нас обильно в ходу работают, появляются у нас пин-коды на 5 долларов, которые подходят для активации аккаунта. Мы для себя сделали достаточно такое хорошее решение и пошли на беспрецедентный шаг для того, чтобы с этого дня достаточно известная услуга компании, как бизнес-автомат стала, так сказать, той, такой, которую вы хотели, а именно с гарантией возврата денежных средств. Именно так с сегодняшнего дня, а вернее, наверное, с завтрашнего, потому что сегодня наши техники еще не интегрировали это обновление, будет выглядеть услуга бизнес-автомат и мы вводим сюда очень и очень интересный бонус для участников, которые активируют эту услугу впервые. Ну, соответственно, формулировка впервые у нас с вами будет применяться абсолютно ко всем участникам, независимо от того, оплачивали или покупали ли вы раньше услуг бизнес-автомат, то есть с сегодняшнего дня все начинают с чистого лица и все считаются как покупающие услуги в первый раз. Стоимость услуги у нас устанавливается стабильная, не меняющаяся ни от каких дат, это 95 долларов в месяц и мы говорим о том, что при первом подключении услуги вы гарантированно получите назад свои денежные средства, даже не в 100% размере, а в 115% размере, то есть 115% вам вернется, ну, соответственно, до 115%, потому что здесь разные суммы присутствуют. Как же это будет происходить? А происходить это будет как раз за счет вот этих вот самых пин-кодов на 5 долларов, которые можно использовать для активации любого аккаунта в системе GoPlan. К примеру, вы участник, ну, в принципе, вы и есть участник, да, который завтра, к примеру, заходит в раздел бизнес-автомат и может выбрать единственный раз для себя, то есть для одного аккаунта, это только один раз возможно получить такой бонус, выбрать любое количество мест, которое предложено, то есть это либо одно место, либо 5 мест, либо 10 мест в очереди системы бизнес-автомат и подключив эту услугу, оплатив соответственно 95 долларов, если это одно место, 450 долларов, если это 5 мест, или 850, если это блок из 10 мест, вы получаете моментально от компании возврат так называемый кэшбэк в свой личный кабинет в виде энного количества промо-ваучеров. При этом эти пин-коды по 5 долларов не будут иметь срока давности, то есть здесь уже вас никто подгонять не будет к их использованию, их можно будет хранить целый год, а может быть и больше, их точно так же можно будет подарить, их точно так же можно будет продать, то есть использовать ровно так, как вам этого захочется. Ну или самый даже простой способ, к примеру, купив блок из к примеру 5 мест, получив в итоге целый месяц регистрации в свою структуру без личных приглашений, ну сколько их будет, ну к примеру 50 регистраций вы получите на эти 5 мест. И вот за счет того, что у вас имеются финн-коды, вы в принципе очень даже эффективно можете мотивировать своих участников к тому, чтобы они активировали свой аккаунт с вашей, может быть, даже помощью, либо это может применяться как очень хорошая, как очень хороший кодырь, почему человеку стоит принимать участие именно в вашей структуре, да, то есть для тех, кто включает бизнес-автомат, такой кодекс появляется и таким подарочным кин-кодом можно очень хорошо людей привлекать свою структуру. Вот, но я вам этого не говорил, как обычно, да, поэтому вы решения для себя принимаете сами. Это не противозаконно и ничего страшного в этом нет. Главное, что вот с завтрашнего дня уже это обновление будет на сайте и абсолютно все, как я повторюсь, даже тот, кто может быть сегодня до этой конференции подключил услугу бизнес-автомат, даже вы сможете получить этот бонус, но, опять же, только один раз. Только один раз. А что это означает для вас? Еще раз давайте повторюсь. Только один раз это значит, что вы можете выбрать любое количество мест и получить либо 20 пин-кодов, либо 100 пин-кодов, либо 200 пин-кодов, соответственно, заплатив либо за одно, либо за пять, либо за десять мест. Но это происходит только один раз. Поэтому сами выбирайте, какое вознаграждение в виде этого кэшбэка получить. И учитывайте, что количество мест у нас осталось достаточно небольшое. На октябре у нас было всего 250 мест, из них около 130 до 120 осталось на данный момент. Я думаю, что может уже завтра их просто натосто не остаться, когда мы этот бонус введем. Мы не планируем существенно увеличивать количество мест на следующие месяцы, поэтому данная услуга, скорее всего, будет закрываться у нас очень быстро. И вот тут вы для себя сами решайте, зевать или не зевать. Вот такие новости. Больше не буду сегодня новостей озвучивать, загружать вас информацией.